Нелегальные перелеты в очередной раз зафиксировали на Закарпатье. Из Украины в Словакию по воздуху переправили десятерых мигрантов. Как их задержали и что ждет индусов, которые так и не добрались до пункта назначения? Подробнее Марина Коваль. Этих десятерых индусов задержали словацкие полицейские в 40 километрах от Ужгорода. Из Украины в Словакию их нелегально доставили самолетом. Приземлились в небольшом аэропорту одного из фермерских хозяйств. Это фиксировано на кордоне и оперативная служба передала на службу при кордоне полиции в Словаччине. И незабаром через краткий час было затримано нелегально. Не удалось затримать летак и даже установить, что это было за летание аппарат. Задержать самолет ни словацким, ни украинским полицейским не удалось. Словакские полицейские депортировали индусов назад в Украину. Таковы условия международного договора о ремиссии. У граждан Индии были с собой заграничные паспорта с украинской туристической визой. Их группа прибыла в Одессу в июле. Откуда взлетал самолет с мигрантами, задержанные не признаются. Этот случай не первый на украинско-словацкой границе. В сентябре 2015 в Словакии посреди поля упал украинский самолет. Тогда погиб один из двух членов экипажа. Борт был оборудован нишами для переправки контрабанды. Самолет принадлежал Закарпатскому клубу дельтапланеристов. А в октябре того же года в Словакии разбился вертолет Ми-2, который перевозил нелегалов. Погибло четверо афганцев и двое украинцев, членов экипажа. Это была система. Тогда это было целое злочинное группование. Их всех выловили. Мы Назаренко присылали авиацию. Она тут базовалась. Всех выловили. И это уже было тихо. Это первый случай. Задержанных индусов после проведения следственных действий снова посадят в самолет. Но уже отправят домой, в Индию. Марина Ковал, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова